Привет, мои дорогие! Очень рада вас видеть на своём канале. С вами врач-акушер-гинеколог, автор книги «Как быстро забеременеть» Ольга Придухина. Сегодня в этом видео мы поговорим на тему, что если у вас был контакт половой с партнёром, в котором вы мало уверены или, возможно, мало его знаете, когда же нужно ждать последствий. То есть, когда будет тот срок, что вот нужно бежать проверяться. Вопрос очень интересный. Действительно много было пожеланий, чтобы мы с вами разобрали эту тему. Поэтому давайте сегодня разбираться. У меня вот сегодня такие очень интересные серёжки. Как вам? Одна более такая длинная на цепочке, а эта из этой же серии, но более коротенькая. Вот такие вот прикольные серёжки. Как вам? У меня таких вот асимметричных не было никогда. Мне кажется, это очень прикольно. Решила сегодня вам их показать. Так вот, начнём мы с вами с того, что действительно, к сожалению, такое бывает. Ну вот, случился половой контакт. Больше всего при незащищённом половом контакте мы с вами всегда боимся инфекции. Действительно, причём инфекции таких самых серьёзных. Это ВИЧ, гепатит, сифилис. Гепатиты, безусловно, инфекционные гепатиты, да, ВС. И вот действительно эти заболевания, они являются наиболее серьёзными и очень сложно лечиться. То есть ВИЧ действительно лечится в течение жизни, и вылечить мы его не можем, как, в принципе, гепатиты. Поэтому вопрос действительно такой открытый, и мы должны с вами помнить про методы контрацепции и меры предохранения. Но давайте всё-таки сегодня поговорим о том, вот когда же нужно проверяться. Если мы говорим про гепатиты и ВИЧ-инфекцию, то это может быть от 2-3 месяца инкубационный период до полугода. То есть в зависимости от того, какую вы получили вирусную нагрузку, как проходит инкубационный период, как ваш организм, как ваша иммунная система с ними справляется. То есть вот такой достаточно длительный срок. Поэтому всё-таки мы здесь рекомендуем каждые полгода всегда сдавать кровь как раз на ВИЧ-инфекцию, гепатиты и сифилис. Сифилис мы с вами уже многократно говорили, видео есть чуть выше на канале, что эта инфекция такая очень скрытая. То есть для нас это такой скрытый враг. Что бывают проявления, поскольку все же считают, что сифилиса нет и что мы сифилис истребили. Но тем не менее он есть и он активно передаётся половым путём. И когда же здесь мы должны ждать последствий? То есть от 2-4 недель до 2 месяцев. То есть действительно от этого зависит много факторов, но тем не менее вот такой достаточно тоже длительный инкубационный период. Поэтому, конечно, в норме каждые 3 месяца, ну или считается сдавать вместе с гепатитами и ВИЧ-инфекцией, ВИЧ, сифилис, гепатит хотя бы раз в полгода. Именно кровь. Это очень важно. Следующий момент. Мы сегодня разберём инфекции как раз такие, как хламидии. Когда же они могут проявляться? Срок от 14 до 30 дней. Это хламидиоз. То есть это инфекции. Да, мы их безусловно боимся, потому что может быть много осложнений. Но тем не менее для нас они не такие страшные, что мы с вами их можем прекрасно вылечить. Следующая инфекция гонокок от 3 до 15 дней. То есть как раз это гонорея, про которую мы совсем недавно с вами говорили. То есть как раз таки проявляется в большом объёме гнойное выделение. То есть много гноя. И гнойный уретри, то есть из мочеиспускательной системы, из влагалища, из полового члена у мужчин. То есть появляется как раз гной. Как раз от 3 до 15 дней. Следующий это трихоманиаз. От 6 до 15 дней. Это когда ждать проявлений. Потому что самый частый вопрос, ну вот был половой контакт, Ольга Викторовна, что же делать, когда бежать. Так, чтобы сдать. И всё нам показало, чтобы всё было хорошо. Так вот, если мы говорим ещё раз про ВИЧ, сифилис и гепатиты, то раз в полгода, ну или хотя бы через 2-3 месяца. И мы сдаём, и потом раз в полгода обязательно контролируем. Если мы говорим просто про инфекции, передающиеся половым путём, тогда здесь мы можем сдавать где-то через 10 дней. Если, допустим, никаких инфекций не будет, то можно сдать ещё дней через 15-20, для того, чтобы точно быть уверены, что вы ничем не заразились и ничем не болеете. Если же у вас появились какие-то симптомы, какие же могут быть симптомы? Как я уже сказала, это аномальное выделение. То есть появился цвет, запах, обильные, гнойные. Соответственно, поменялась консистенция. Это также повод для того, чтобы обратиться, потому что, скорее всего, инфекция есть. Также может появляться зуд, покраснение, популёзная такая осыпь, или наоборот такие язвочки, как при сифилисе. И это всё свидетельствует о том, что активно развивается инфекция. Поэтому, дорогие мои, будьте аккуратнее. Инфекций много. Предохраняться мы обязаны для того, чтобы ими не заразиться, так как действительно сложные последствия. Да, мы быстрее увидим гонокок. Ламидиоз бывает хуже видно. Соответственно, реоплазму также может быть долго не видно, потому что, если вы уже и болели, то она для вас является условно-патокенной микрофлорой. Трихоманиаз также бывает, появляется запах, бывают выделения практически такие бесцветные. Но обязательно, если вы в партнёре не уверены, обязательно сдайте мазочек. Тем более, если появились какие-то клинические проявления. Также мы не забываем с вами про методы контрацепции. Единственный способ, который защитит вас от инфекций, передающихся половым путём, это презерватив и барьерный метод. Это единственный способ. В том числе от ВИЧ-инфекции, сифилисов и гепатитов. Про это, дорогие мои друзья, всегда помните. И всегда, пожалуйста, предохраняйтесь, чтобы секс был безопасный. Тем более, если партнёр малоизвестен или сомнительен. Я вам желаю всего самого наилучшего. Всё-таки, чтобы половые контакты были в большой любви, а не с сомнительными партнёрами. Но, тем не менее, всякое в жизни бывает. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Если понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Мы с вами обязательно встретимся. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok